Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Завершающие метры. Строители забезонировали последний пролет временного участка Московского моста. Реанимация леса. Чувашия присоединилась к Всероссийскому дню посадки деревьев. Встречи на Волге. Чувашии подводят итоги ежегодного медиафестиваля юношеских СМИ. Хозяйство республики приступили к севу яровых. Ход сельхозработы, подготовку к пожароопасному периоду рассмотрели на еженедельном совещании у главы Чувашия. На сегодняшний день на полях республики посеяно чуть больше 13 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. В работе задействовано более тысячи единиц техники. Пока все идет по графику. Структура остается на уровне прошлого года. Весенний сев мы должны провести на площади 320 тысяч гектаров. Как мы видим, в прошлом году увеличены существенно зимовые культуры. На сегодняшний день весеннеполевые работы. К весеннеполевым работам приступили все районы. В том числе к севу поступили 19 районов. Два района пока Мариинско-Посадский и Маргаушский не приступили. Традиционно они выходят позже на сев. Причиной специалисты Минсельхоза называют позднее созревание земли. В прошлом году в этих районах вышли на сев 5 мая. Не менее актуальной темой еженедельной планерки стала подготовка к пожароопасному периоду. По прогнозам синоптиков, лето ожидается жарким. Три природных пожара. В Кирском лесеннице 8 гектаров. На Атрасском там пересекаются. Соответственно, потом в Ибреченском лесеннице 9 гектаров. Пожарный поезд был задействован. Потушили, слава богу. Поэтому все ответственные должностные лица должны работать. Статистика неумолима. За три праздничных дня пожарные выезжали на возгорание 90 раз. В этом году обошлось без жертв. В 2013 году за сутки 50 раз выехали, а здесь за трое суток 90. Из 90 это 71 случай возгорания мусора на открытой территории. Пока до каждого не дойдем, наверное, из ситуации сложно будет привести такое соответствие с нашими нормативами. Поэтому будем работать. Силы средства расставлены, готовы. Радион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Завершается очередной этап строительства Московского моста. В минувшие выходные строители забетонировали последний пролет новой части. Еще 690 кубических метров бетона. И последний пролет новой части Московского моста завершен. После того, как поверхность застынет, начнется новый этап. После этого будет уложено на пролетное строение гидроизоляция и два слоя асфальта. На данный момент работы у нас ведутся в графике. Отставания по графику нет. После завершения основных работ предстоит сделать подходы к дороге. Поставить ограждения, дорожные знаки. Запустить движение по данной части моста строители обещают уже в этом году. Буквально один день остался у чуваксарцев, чтобы отдать свой голос за один из проектов благоустройства территории Певческой. Чубаксары вошли в федеральный проект благоустройства ключевых общественных пространств. И смогли участвовать в открытом национальном архитектурном конкурсе на разработку дизайн-проектов. В столице Чувашии для полета архитектурной мысли выбрали Певческое поле. В финале осталось две работы. Оба проекта предусматривают беговые и велодорожки со специальным покрытием зоны отдыха. Проголосовать за ту или иную идею можно на сайте города до 4 мая. Пока с отрывом в более 100 голосов лидирует проект под номером 6150. Вчера более 30 тысяч чубаксарцев вышли на первомайскую демонстрацию. О том, как это было и под каким девизом вышли на праздник труда и весны в нашем репортаже. В столице республики прошла первомайская демонстрация. По традиции уже в 9 часов утра жители Чубаксар начали собираться у памятника нашему земляку, дважды Героя Советского Союза, летчику-космонавту Андреяна Николаеву. Здесь и трудовые коллективы, и профсоюзы, и общественные организации, и политические партии. Этот праздник является праздником весны и труда. И это символом всех созидательных начинаний, это светлое будущее, это глубокое, уважительное отношение к человеку труда. И, конечно же, всех нас сегодня вот это праздничное настроение вдохновляет на общее единение, и на добрые дела, на мир, согласие. Я всех жителей республики поздравляю с праздником. Шествие началось ровно в 10 часов. Демонстранты прошли по главной улице Чубаксар, проспекту Ленина. Открыли шествие оркестр МВД. В первых рядах глава Чубаши Михаил Игнатьев, депутат Государственной Думы России Леонид Черкесов, спикер парламента Чубаши Валерий Филимонов, глава Чубаксара Ирина Клементьева, лидер профсоюзов Чубаши Анатолий Коршунов. В этом году мероприятия по всей России проходят под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь». Центральная улица Чубаксар празднично украшена. На каждой точке свое действие. Здесь и уличные театры, и артисты, и спортсмены. Встекается Толюцкое море в центр праздника, на Красную площадь. Профсоюза за справедливость. Нашел бы знание тебе, моя страна. Мой трудовой, мой победный. В этом году, по оценкам организаторов, в шесте приняли участие более 30 тысяч человек. Настроение отличное. Большой праздник. Тысячи людей, граждан. Мы еще раз говорим о своих правах. О праве на труд. На счастье. На счастье наших детей. Я всех хочу поправить с праздником весны и труда. И, конечно, все трудовые коллективы, трудовые династии, многие семьи вышли для того, чтобы поддержать весну, труд и май. После первомайской демонстрации на Красной площади продолжился праздник. В течение всего дня здесь выступали творческие коллективы столицы республики. Столица Чувашии готовится ко Дню Победы. На праздничные дни запланировано более 200 массовых мероприятий. Подробнее в нашем сюжете. Основные мероприятия пройдут в центре Чебоксар. 9 мая в 9 часов утра состоится возложение цветов к монументу славы в парке Победа. В 12 часов прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники на Красной площади. Именно это мероприятие у нас собирает всегда около 30 тысяч зрителей. После прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона состоится показательное выступление казаков и показательное выступление подразделения специального назначения МВД Чувашии. Парад Победы завершат участники акции «Бессмертный полк». В течение всего праздничного дня будут проходить концерты, а в 10 вечера прогремит праздничный салют. В праздничный день в Вечном порту будет развернута полевая кухня. В этом году ветеран отведает угощения не на свежем воздухе, а в предприятиях общественного питания. По-новому в этом году подойдут и к оформлению города. Обновлены арт-конструкции и наружные баннеры. Концепция оформления города «Память народа» объединила наружную и социальную рекламу, ландшафтно-цветочное оформление и флаговые конструкции. На центральных улицах города в общей сложности будет установлено 25 баннеров, 84 арт-конструкции, посвященные главным переломным событиям в ходе войны, ветеранам-чебоксарцам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Остается добавить, что в праздничные дни, а именно с 3 по 12 мая, проезд на всех видах общественного транспорта для ветеранов будет бесплатным. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. 9 мая уже в шестой раз по планете торжественным строем пройдет «Бессмертный полк». Миллионы людей соберутся под его знаменами во всех уголках России и многих других странах, чтобы еще раз сказать «Мы помним, мы гордимся». В столице Чувашии полным ходом идет подготовка к этому знаменательному событию. В Чувашии первой миксероссийской акции «Бессмертный полк» примкнули Чебоксары на Чебоксарск. Первое прохождение колонн состоялось 9 мая 2013 года. Затем официальными участниками акции стали Канаж, Цивильск и АллатРь. С тех пор с каждым годом все больше и больше наследников Победы выходит на торжественный марш в честь героев. Я бы монумент сотворил тому, кто придумал эту акцию. Это действительно священная акция. Она как сам полк бессмертный, это должна быть акция бессмертная. Дело в том, что в реалии вспомнить всех поименно, пройтись колоннами вместе с живыми последователями этих победителей идут те, которые отдали жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом. Я призвал бы всех, у кого сердце не каменное, у кого слезы на глазах, вспомнить всех поименно, именно встать в ряды и пойти с этими портретами, с этой мыслью. Пока будут такие марши, пока будут такие полки, будет вечная память. Только в Чебоксарах в прошлом году под знаменом бессмертного полка встали более 20 тысяч человек. В этом ожидается еще больше. Колонна изменила маршрут и впервые портреты героев войны пронесут по центральным улицам столицы, проспекту Ленина, улицам Карла Маркса и композиторов Арабьевых и по президентскому бульвару. По ходу движения колонны все желающие могут примкнуть к бессмертному полку без всякой регистрации. Мы всегда помним, что с фашизмом боролись все прогрессивные государства, но основную часть нагрузки легла на Советский Союз, на наш народ, на нашу армию. Мы потеряли почти 30 миллионов людей. Из нашей республики в Великой Отечественной войне участвовали более 200 тысяч человек. Каждый второй погиб. 66 наших земляков стали героями Советского Союза. Безусловно, в сердцах и в памяти у наших земляков навсегда останутся их подвиги, их дела. Призываю всех земляков с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, выйти на марш победы, на марш бессмертный полк. Напомним, сбор участников акции «Бессмертный полк» в Чебоксарах в сквере у Национальной библиотеки в полдень. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Национальное телевидение «Чувашию» планирует 9 мая вести прямую трансляцию парада победы с Красной площадью столицы республики. Чувашия присоединилась к Всероссийскому дню посадки деревьев. Участники ежегодной акции отправились на левый берег Волги, чтобы восстановить горельники. Здесь, вблизи поселка Северный, 7 лет назад огнем было уничтожено более 5000 гектаров леса. Молодые сосны в Заволжье высаживают каждый год. Подробности у Дмитрия Ковалева. Здесь каждый сеянец на вес золота, уверяют лесники. Молодые сосны на протяжении двух лет выращивали под постоянным контролем. Посадить дерево – целая наука. Инструктаж провели специалисты своего дела. «Сперва мы образовываем щель с помощью меча колеса. Сеянец засовывается в щель, потом ногой притаптываем». Восстанавливать сгоревшие леса в Заволжье приехали более 100 человек. В экологический десант записали студенты, общественные активисты, депутаты и члены правительства республики. Многие из них сажают деревья не в первый раз. Зажали. Деревочку не оставляем, чтобы воздух ее не убил. Красиво все сделали. И пошли дальше. То есть опыт большой, да? Большой. Третий раз. Андрей соснин в сосновке сажает сосны. Прямо скрыголохка какая-то. Настроение хорошее, погода солнечная. Все здорово. Глава республики за работу взялся со знанием дела и посадил более 20 сеянцев. Но важнее всего, отмечает Михаил Игнатьев, сохранить деревья. Очень важно, чтобы выживаемость была не менее 70% через три года. Это уже хороший посыл и хороший результат нашей совместной деятельности. У нас родители дома всегда воспитывали в том духе, чтобы весной или осенью сажать деревья. Самое главное, ценность в чем это заключается? Потому что тот человек, который посадил дерево в детстве, в возрасте, он никогда не будет заниматься ванализмом. Он всегда будет беречь природу. Только в рамках акции было посажено более 40 тысяч молодых сосен. Работа по восстановлению лесов, уничтоженных огнем, в республике продолжается. Реанимировать левый берег Волги намерены через три года. На сегодняшний день мы на лесных участках, пройденных лесным пожаром, с 2010 года посадили более 2500 гектаров искусственного леса. Поработали продуктивные чебоксарцы. В столице республики прошли массовые субботники. В этом парке Новоюжного района, растаявший снег, обнажил горы мусора. Отсюда его вывозили с помощью грузовиков. К трудовому десанту присоединился и глава региона. Самое главное, каждый горожанин, каждый житель Чувашии должны научиться убирать после себя мусор. Тогда у нас меньше будет мусора. Мы, соответственно, меньше времени будем тратить для того, чтобы мобилизовывать людей. Субботники прошли во многих уголках нашего города. Только вместе с горожанами мы можем убрать такие большие пространства, что сегодня и сделано. На аллее искусств много очень поработали в зоне всех парков и садов. Поэтому только огромная была благодарность жителям города. Субботники продолжатся. К 9 мая в районах республики необходимо навести порядок. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Они – покорители огненной стихии. В столице Чувашии появился памятник огнеборцам. Идея установки монумента возникла 4 года назад. Спустя год утвердили эскиз, а после открыли сбор пожертвований. Композиция представляет из себя каменную арку, в основании которой гранитный колокол, а на вершине – икона Божьей Матери, неопалимая Купина, покровительница российских пожарных. Каждый из вас ведет на службу, спасая людей в чрезвычайной ситуации. Вас ждут дома родные и близкие. Поэтому я хотел бы пожелать вам, чтобы достойно, с честью, выполняя поставленную задачу, вы возвращались живыми и здоровыми к тем, кто вас любит и ждет. Лучших огнеборцев наградили медалями, грамотами и благодарностями главного управления МЧС по Чувашии. Вспомнили и тех, кто погиб, выполняя свой служебный долг. В Чувашии завершились волжские встречи. Юных журналистов со всей страны республика принимала в 28-й раз. Чем запомнился медиафестиваль участникам и какие репортажи ребятам удалось снять в Чувашии – подробности в следующем материале. На протяжении пяти дней десятки мастер-классов. Юные акулы-пера учились фотографировать и снимать телерепортажи, брать интервью и писать интересные статьи. Фестиваль «Волжские встречи» продолжает держать свою марку. В этом году сюда приехали более 400 человек из 40 регионов страны и шести зарубежных стран. Меня, как фотокорреспондента, интересует в основном фотография. И поэтому я буду ходить на мастер-классы по фотографии. Встреча с делегацией из Америки – это же тоже интересно. В этом году ребят обучали по-настоящему известные эксперты. Один из мастер-классов провела и ведущая Первого канала. Наталья Семенихина говорит, что об этом фестивале наслышано давно. Причем от своего супруга. На фестивале я здесь не случайно. Мой муж в 90-е годы как раз был одним из тех, кто участвовал в самых первых фестивалях здесь. Поэтому для нас это немножечко такая, знаете, отсылка еще в наше прошлое. Но участники приезжают на фестиваль не только учиться. Каждый из них намерен подготовить статьи и сюжеты о республике. Юным журналистам удалось задать и личные вопросы главе Чуаши. Вы выпустили автобиографическую книгу «Мысли вслух». Такой вопрос. Какой вопрос тогда показался вам самым интересным? Вопросы они задают всегда разные. И интересные, и полезные, приятные, и неприятные. Но я всегда нормально воспринимаю все эти вопросы, которые журналисты задают. Им хочется познать, узнать и так далее. Насколько возможно, я максимально стараюсь отвечать на все эти вопросы. Чтобы собрать богатый материал, юные журналисты отправились в районы. Участники признаются, что прежде всего их поразила чистота на улицах. Немало интересных сюжетов республики сняли журналисты из Москвы. Мы писаем тоже дворец пионеров московский на Воробьевых горах в Москве. И ваш дворец нас просто потряс. Ваш кванториум – это просто нечто. Даже у нас такого нет. Мы в городе Чебоксары создали условия для детей, которые хотят идти и получить дополнительные непрерывные образования в художественной школе, школе искусств и так далее на безвозмездной основе. По итогам встреч на Волге будет опубликована сотни статей и выйдут в эфир десятки сюжетов. Большинство начинающих журналистов намерены приехать в Чувашию в следующем году. Интерес к медиафестивалю не угасает. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. По 14 преступлений на каждого. В столице Чувашии вынесли приговор четверым подросткам. Молодые люди за одну ночь установили антирекорд по количеству правонарушений. Новочебоксарским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении четверых молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Они преднаны виновными в совершении группы лиц по предварительному сговору краж и покушении на кражи по три эпизода. Неправомерного завладения автомобилем без цели хищения и семи эпизодов покушения на угоды автомобилей. Для четверки преступников ночь 16 июня прошлого года выдалась очень куражной. С 10 часов вечера и до 6 утра они успели угнать три легковых автомобиля, три микроавтобуса и одну газель. Автомобили взламывали отверткой или разбивали стекла бейсбольной битой. Кстати, сами орудия преступления подростки тоже украли из транспортных средств, которые они пытались угнать. Им удалось завести двигатель только одной машины, но она скоро заглохла. Из вскрытых автомобилей малолетние преступники утащили не только отвертку и биту, но и магнитолу, антирадар и аккумулятор. Один из воришек утащил кошелек с тремя китайскими юанями и одним долларом США. В итоге потерпевшими по уголовному делу признаны 8 человек, а четырех преступников задержали. Следователи почитали, что за один день каждый из них совершил по 14 преступлений. С приговором Новочебоксарского городского суда троим молодым людям назначено реальное лишение свободы на срок от двух лет трех месяцев до трех лет, поскольку ранее они привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с хищением чужого имущества. Еще один их 19-летний сообщник приговорен к двум годам в трех месяцах лишения свободы условно. Чебоксарский залив приобретает летний облик. После зимовки в детском парке Николаева на воду вернулись 16 белых лебедей. Перед переездом пернатых осмотрел ветеринарный врач и сделал необходимые прививки. В зооуголке остались четыре птицы. Две пока находятся под надзором специалистов. Другая пара, Василий и Марта, на гнездовании. Рацион птиц, полезная и здоровая еда, комбикорм, зеленый салат, чистая вода дважды в день. Крошки хлеба для них вредны и опасны. Белые красавцы будут радовать горожан до осени, а затем снова вернутся на зимовку. Преждевременное лето в Чувашии заканчивается. Метеоусловия возвращают к более привычным для начала мая показателям. В два раза холоднее станет в Чувашии уже завтра. Если сегодня столбики термометра в днем показывают 23 градуса, то 3 мая синоптики обещают не больше плюс 12 и облачность. Такие условия продержатся всю рабочую неделю. А вот предпраздничный выходной 8 мая по прогнозам плюс 2 градуса и небольшой снег. Наши новости можно увидеть на нашем сайте и в социальных сетях. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова